Есть опасные места. Я хочу шакан, поэтому ему построен мешкан. Выпадение осадков – ноль. Давай не будем допускать такую ошибку. Евреям храм не нужен, евреям Христос нужен. Так вот церковь – это не дом Божий. Никого общего с кораблем не имеет шхуной, а имеет дело шхуна – это микрорайон. Рады приветствовать вас, дорогие зрители, на канале Александра Болотникова. Сегодня мы разбираем одиннадцатый урок, который называется «Жажда Бога на Сионе». И для начала хотелось бы зачитать один вопрос. один из ваших вопросов, который вы оставляете на канале Александра. Но для этого я предлагаю Александру выбрать. У меня четыре карточки. Александр, цвет, который ближе вам нравится. Ну, давай возьмем так. Возьму желтую карточку. Александр, многие люди на войне свидетельствовали, как их оберегал Псалом 90-й. Как вы к этому относитесь? Да. Ну, Псалом 90-й, конечно же, прекрасный Псалом. Давай напомним, он такой коротенький. Псалом 90-й. Тут очень важный момент, который нужно понимать. Кто говорит Господу, прибежище мое и защита, и кого избавляет от гибельной язвы, от сети ловца? Читающего этот Псалом или кого? Тяжело мне сказать. Я бы сказал, что читающего этот Псалом. А давай посмотрим первый текст. Про кого идет речь? Живущий под кровом Всевышнего, под сенем всемогущим. О, то есть тот, кто живет под кровом Всевышнего. Так вот, я сейчас открою этот текст на иврите, вот, чтобы мы могли увидеть немножечко оригинал. Да, так и есть. Вот тут называется Йошеф, тот, кто правильно выбрал, где ему находиться. И здесь я, конечно же, не могу не вспомнить первый Псалом, который написан, вот, да, то есть вот тоже употребляется здесь слово Йошеф, ну, проживающий, то есть здесь очень важно, проживающий или сидящий. Вот, давай прочтем первый стих, Псалом 1-1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Ага, то есть можно сидеть где? В собрании развратителей. А можно сидеть где? Можно сидеть под Божьими крыльями, да, или хуже присутствует. А можно сидеть под Божьими крыльями. Вот, обратим внимание, что происходит про тех, кто в обратном направлении, в Псалме 1-ом, значит, ну, не, значит, живет, ну, то есть противоположно, то есть который не блажен, да, который так и сидит в собрании развратителей, и ходит на совет нечестивых, что будет с ним. Вот, да, прочтем стих 4-й, вот, по 6-й. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому что потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Путь нечестивых что? Погибнет. Погибнет. То есть, иными словами, тут очень важный момент. Я не знаю, чего там и про кого, и кто свидетельствует, я не помню. Но сегодня, к сожалению, нас, мы превращаем Библию, мы можем превратить Библию в источник суеверия. Да, то есть, ну, если что-то с тобой приключится, почитай Псалом 90-й, и еще потом три раза плюнь через правое или через левое плечо, не помнишь? Я какое плечо не помню, я знаю такой случай, как Библия даже спасла жизнь человеку. Там на войне эта пуля, у него Библия лежала в кармане, и пуля остановила Библия. Ну, это совершенно другой вопрос. А как ты думаешь, почему у человека лежала Библия в кармане? Ну да, тут... Он что, ее, думаешь, взял как оберег с собой? Хотелось бы верить, что нет. То, что ты мне, Саша, рассказывай. Это когда попадает верующий человек на фронт, а Библия у него лежит, потому что он в минуты любые, которые возможны, он ее читает. И неизвестно, вернется туда, куда он вернется назад, и где он будет. Там, может быть, этой Библии уже не быть, правда? Правильно, правильно. Поэтому, тем более, в то время, извините, а есть еще это советский солдат, красноармеец, там же еще история есть с немецкими солдатами. Ну, там хоть Библию можно было взять, а тут увидят Библию, тебя еще в ГУЛАГ отправят с фронта или просто расстреляют. Вот, сколько преследовали верующих в Красной Армии. Вот, поэтому... То есть, суеверие, я понимаю, то, что вы говорите, вот эти... Крестик или там то же самое какого-то... Да, то есть... Просто прощение самого Псалма, неверующего человека, который не пребывает под кровом Божьим, это не имеет значения? Да, 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 да. Оно не работает таким образом? Ну же, оно не сработает. То есть, если ты выбрал пребывать под кровом Всевышнего, так ты выбрал, и тогда его не надо повторять, как попугай. То есть, ты знаешь, что вот это тебе, как говорится, это обетование Божье относится все вот как бы и так далее. А читать его на случай, когда стало плохо, вот, не надо случаев «Гром грянул, мужик перекрестился». Это из той же самой оперы. Вот, само чтение Псалма никогда нас спасать не будет. Нас спасает Всевышний Господь, с которым у нас есть взаимоотношения, и мы знаем, что мы находимся под кровом его. То есть, мы сознательно. Да, тут чем Псалом, вот это Яша в Псалме первом и Псалме девяностом. Вот мы показали схожесть Яша в это, да. А вот есть различие. Различие в чем? Здесь с какими людьми человек общается, первый Псалом. А там общается ли он с Богом? То есть, если здесь сидит в собрании развлепителей Яшав, да, то есть, это его друзья, он с ними общается, вот результат будет налицо. А здесь тоже Псалом девяносто Яшав. То есть, под кровом Всевышнего не просто надо себе, как говорится, представить. Вот, если мы возьмем, опять же, я хочу всегда на такие вещи смотреть оригинал. Вот, вот, сетер. Сетер — это укрытие. То есть, вот, значит, вот оно как бы такая образный такой момент. Это вы о Псалме девяностом, правильно? Да, о Псалме девяностом. То есть, в тени всемогущего Эль Шадай будет проводить свою ночь. Тут интересно, да? То есть, значит, вот это вот укрытие, тень. То есть, представляем себе жару, испепеляющее солнце, и ты попал в тень, тебе хорошо. То есть, ты можешь ходить под солнцем испепеляющим, ты можешь выбрать вот тень, ты можешь зайти туда. То есть, это ты сам делаешь выбор. А когда ты туда заходишь, к Богу, то уже у тебя начинаются отношения. Помнишь, Иисус, все стоят в двери. Да, и стучу, если кто слышит. Вот тут мне нравится, вот именно, да, действительно написано, живучий, живучий под кровом, не случайно зашевший туда, или как бы там проходящий мимо. А действительно, именно состояние постоянства и находящийся в этом месте. Абсолютно правильно. Поэтому здесь нужны отношения с Богом, и тогда тут не Псалом будет помогать, а тут просто будет работать Бог в нашей жизни. И мы будем видеть и говорить о Боге, что он таки наше прибежище, вот, что он наша крепость, вот, что, вот, второй текст, значит, Бог, на которого я таки надежду имею. То есть, это все наш опыт с Богом, да, то есть, мы приобретаем опыт с Ним, у нас возникает уже твердое чувство надежды в Господе. Спасибо, Александр. Дорогие зрители, мы вас тоже хотим поблагодарить за все эти комментарии, которые вы оставляете, вопросы задаете, потому что для нас это очень важно, так как мы понимаем, что вы нас слушаете, слушаете, и вам не безразлично все то, что Александр и наша команда делают для вас. И хотелось бы прочитать один из отзывов, которые оставил Валерий на одной из наших площадок. Спасибо, брат Александр, за ваш труд. Какое огромное благословение я получаю, слушая ваши исследования Библии на разные темы нашей повседневной жизни. Благодарю Господа Бога моего за ваш труд и ваши проекты, которыми вы делитесь с нами в исследовании Его Слова. Каждый раз я жду ваши эфиры, чтобы насладиться пейзажами картин из мира жизни иудейской культуры, в которой писались как Ветхий, так и Новый Завет. Огромное спасибо вам за ваши труды. Спасибо за такие прекрасные слова благодарности. Мы ценим эти слова, и всегда мы любим, когда нам наши слушатели и зрители задают вопросы. Мы, конечно, для нашей всей команды. То есть вопросы, они ценные для меня, потому что я знаю, в каком направлении нам двигаться, вот как готовить особенно наши прямые эфиры, а благодарности слова — это то, что мотивирует всю нашу команду, наших операторов, наших ведущих. Поэтому спасибо вам большое. Александр, давайте приступим к изучению урока. И хотелось бы, вот наш урок называется «Жажда Бога на Сионе», хотелось бы коснуться имена Сиона и текста, который записан в Псалме в 131-м, 12-й текст. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». Почему именно Сион? Чем эта гора отличается от других гор? И это какой-то определенный символ? И имеет ли эта гора сегодня какое-либо значение для современного человека? Ну, давай будем смотреть. Значит, то, что у нас здесь присутствует. Это у нас первое. Вот давай посмотрим заголовок непосредственно этого Псалма, как он у нас озаглавлен. Песня «Восхождение. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушения его». Что за восхождение? На гору? Правильно понимаю? А что значит восхождение на гору? Давай откроем, почитаем, что Бог требовал, какие заповеди есть на эту тему. Вот у нас написана книга «Исход», 23-я глава. Значит, ну, давай посмотрим, как это было полностью с 14 по 17 текст. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков. Все мне ешь пресный хлеб, как я повелел тебе. Назначенное время месяца Авива. Ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лице моё с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов, труда твоего, какие ты сел на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберёшь с поля работу твою». Ага. Вот. То есть и 17-й? 17-й. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице владыки Господа». То есть ты видишь вот эту вот систему, да? То есть являться, приходить пред лице. А куда приходить пред лице? Что это, собственно говоря, значит? Давай поизучаем. Это какое-то обязательное паломничество. Паломничество, правильно говоришь. Причём вот что у нас сказано, например, в Таразаконе 12-я глава. Давай посмотрим конкретно. Вот с 10-го по 12-й текст. «Но когда перейдёте Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог наш даёт вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберёт Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите всё, что Я заповедую вам. Все сожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши и возношения рук ваших, и всё избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу». По 12-й или 11-й? Да, 12-й. «И веселитесь перед Господом вашим, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела сла». О! То есть, обратим внимание, место, которое изберёт Господь, «Для чего, обрати внимание, в 11-м?» «Чтобы пребывать имени Его там». Да. То есть, тут такое конкретное место, и там слава Господне. Прибывает это вообще что за место, как ты думаешь? Как оно называется? В храм или? В храм, правильно. Вот, храм. Ну, теперь, давай посмотрим последний факт, который, значит, у нас здесь есть, это у нас история уже непосредственно от Давида. Так. Вот. Давай посмотрим вторую книгу «Царств». Значит, пятая глава, седьмой текст. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов». «О». То есть, когда это происходило, вот вся эта история о чем? Не помнишь? Тяжело сказать. Ага. Ну, смотри. Да-да, вспоминаем. Значит, Давид стал царем над всем Израилем, а тут оказалось, в Иерусалиме остаются, проживают от Иерусалима. Иерусалим. Ну, и фактически Давиду пришлось, как говорится, вот, идти на Иерусалим. Вот. Значит, потому что он царствовал в Хевроне, но он принимает решение взять город Иерусалим. Вот. В частности, если мы говорим, мне трудно это себе показать, но вот если взять, значит, старый хананейский город, археологи, это нашли, вся эта история очень красиво подтверждается теми археологическими раскопками, которые совершались последние 30 лет вот с южного, с южной стороны старого города Иерусалима. Вот как бы оно выглядит так, что вот город располагался на склоне горы такой, значит, самая нижняя часть это поток Гихон, вот, а туда поднимаешься вверх, 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 и самая высокая точка этого хананейского города это цитадель, которая находилась как раз вот на вершине горы которая называется Сион. Значит, в свое время там, значит, где располагаются сегодня стены старого города находится Сион, ну и там, как говорится, сейчас можно попасть там вот Сионские ворота, а там христианская церковь называется Успение Погородицы, где вот паломническое место они там называют это верхние горницы, ну, конечно, это постройка времен крестоносцев, вот, но тем не менее, это как раз находится на горе Сион, и вот дальше находится гора Мория, на этой горе, опять же, мы возвращаемся к истории, там такой был некий Орна, вот, причем Евусей, и Давид у него выкупил его землю, гумну, так называем, где он занимался размолотом зерна, он его выкупает, и вот эта земля оказывается именно как раз тем местом, на котором Авраам должен был принести жертву Исаака, и именно там Давид хочет строить Всевышнему настоящий каменный дом, потому что когда он берет Хананейский город, Иерусалим делает Иерусалим столицей Израиля, он себе строит там дворец, ну, а в том говорит, ой, а Господь-то живет, как говорится, в доме, в палаточке до сих пор там на высоте ближайшей, и вот как бы вот они таким образом начинаются проект строительства, вот, поэтому возвращаясь к Псалму 131, вот здесь то, что ты зачитываешь, естественно, песнь восхождения, то есть народ три раза в год уже приходит именно туда, то есть это песни, которые специально пели паломники, которые, ну, проходили достаточно, я бы так сказал, небезопасный путь, вот, до места поклонения, до места, где Господь избрал, чтобы имя его там пребывало, вот, поэтому здесь как бы и написано «Господь избрал Сион и возжелал в жилище себе», то есть а где, а что значит жилище себе, вот здесь я опять вернусь к нашему тексту оригинала, это у нас Псалом 131-13, 131-13, да, спасибо, вот, и там будет употреблено весьма интересное еврейское слово, которое называется «мошалз», то есть это место, где Господь буквально находится его жилье, где он пребывает, то есть вот Мошав, да, так это жилище, я хотел проверить, что там используется, Мишкан или Мошав, вот, и вот говоря, что значит, значит, с чего начинается этот Псал, давай посмотрим, Псалом интересный как раз, ну, давайте посмотрим его постепенности, тут он коротенький, вот, обратим внимание, прочтем с первого по третий текст, Письмо схождения, вспомни Господи Давида и все окружение его, как он клялся Господу давал обет сильному Иакова, не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, вот, ну, давай дочитаем, значит, до пятого текста, не дам сна очам моим и вежда моим дремания, доколе не найду места Господу жилища сильному Иакова, вот как раз о чем мы говорили, то есть Давид ищет место, где будет пребывать Бог то есть это его цель построить дом Божий ну, мы знаем удалось ли Давиду это сделать Давиду нет, а ему сыну да, но следует заметить Соломон уже начал с подготовленной почвой то есть наш найдено место раз потом служение Давид вот книги особенно первая параллепоменонка последние главы книги первая параллепоменонка посвящены всем как Давид уже распределяет служение выбирает хоры и так далее и так далее вот то есть вот это первое что о чем поется ну естественно паломники идут вспоминают ну да то есть вспоминается история да это первый куплет вот давай дальше почитаем шестой текст вот мы слышали о нем в Ефрафе нашли его на полях Иорима ага о ком о нем не знаю Давиде или ком а давай подумаем предыдущий пятый текст да коли не найдут не найду места господу жилища сильному Иакову и вот мы слышали о нем о ком о жилище этом о храме где они слышали обрати внимание Ефрафа тебе это что-то напоминает это речка или что нет Ефрафа это возле Вифлеема северная оконечность помнишь где говорится о рождении мессии ты Вифлеем Ефрафа это вот как раз идут паломники они предвкушают увидеть храм Божий который да и вот они уже когда находятся в Ефрафе то есть идут дальше на север у них уже предвкушение это Ефрафа это с юга то есть кто идет если представить себе карту Израиля то вот с точки с той стороны вот сегодня это как бы сейчас сегодня это западный берег палестинская территория но все равно есть дорога по ней в принципе туравтобусы сегодня ездят ну не сегодня к сожалению из-за войны а вот я возил группы то есть если идти с юга Израиля Арат Байршева Хеврон ты идешь на север ты проходишь Вифлеем потом ты проходишь Ефрафу Ефрафе это место кстати где Рахиль похоронена она там умерла вот и оказывается вот уже ты предвкушаешь а что такое Ярим это тоже это уже дорога которая идет из Кириат Ярим это по дороге сегодня есть автотрасса Тель-Афи в Иерусалим то есть это с побережья да то есть идут паломники с севера в основном ну и еще с Га вот с этих краев и тоже они оказываются в предгоре потому что Ярим это еще место равнинное туда в свое время эти на коровах привезен был ковчег который филистимляне там отправили обратно помнишь эту историю да то есть вот это как раз дальше идет подъем туда вот и вот поэтому у нас седьмой текст по девятый текст давай прочтем пойдем к жилищу его готов пойдем к жилищу его поклонимся под ножи ног его стань господи на место покоя твоего ты и ковчег могущества твоего вот то есть вот это все связанное с храмом поэтому отвечая на твой вопрос о Сионе непосредственно вопрос двоякий то есть то что связано сегодня с храмом мы понимаем согласно апостолу Павлу послание евреям значит девятая глава это у нас уже называется ветхий завет вот у нас сказано откроем евреям девятая глава прочтем первый текст и первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное да вот и вот это святилище девятый давай прочтем девятый и десятый тексты она есть образ настоящего она то есть киня да она есть образ настоящего времени в которое приносятся дары и жертвы не могущие сделать совести совершенным приносящего и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами относящимися к доплоти установлены были только до времени исправления то есть вот эти вот моменты связанные с храмовым поклонением с паломничеством три раза в год вот все это было установлено мы прочитали до времени исправления а это время исправления одиннадцатый стих давай зачитаем но христос превосвященник будущих благ придя с большей и совершеннейшей скинию нерукотворенную то есть не такого устроения да ну следующий текст прочти двенадцатый и не с кровью козлов и тельцов но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление то есть мы видим это вот то что сегодня это уже значит является небесное святилище а все он как таковое он тратил свое значение правильно как хороший ты задал вопрос как место паломничества как место в котором обитает господь как место куда надо приходить пред его лицо значит конечно же это мы видим это уже часть того что называется история да апостол Павел говорит ветхий завет но с другой стороны у нас есть интересный другой как говорится употребление слова Сион вот давай посмотрим книга пророка Исаии 49 глава с 14 по 16 текст Асион говорил оставил меня господь и бог мой забыл меня забудет ли женщина грудное дитя свое чтобы не пожалеть сына чрева своего но если бы и она забыла то я не забуду тебя вот я начертал тебя на дланях моих стены твои всегда предо мною да вот то есть Сион в данном случае это уже не имеет не идет речь о храме здесь речь идет непосредственно об израильском народе который в этой главе описан как ну греховный слепой хромой вот но тем не менее сегодня есть такое понимание к сожалению неверное что бог проклял израиль бог проклял евреев но вот эти слова говорит бог кстати говоря после колокоса очень многие евреи так и говорили бог нас оставил бог о нас забыл а бог отвечает забудет ли женщина грудное дитя да и что удивительно две вещи которые бог говорит сегодня еврейскому народу первое я начертал тебя на дланях моих вот эти длани на которых начертан это что тебе напоминает ну это шрамы от воздель или что да да это это вот да то есть то есть бог сегодня продолжает взывать к еврейскому народу и одним из способов как бог продолжает взывать сегодня к еврейскому народу обратите внимание стены всегда передо мною то есть не только в духовном смысле но и в том что Иерусалим сегодня является столицей еврейского государства то о чем мечтал еврейский народ две тысячи лет бог фактически позволил этому государству существовать потому что мы читаем другие пророчества у Захарии что в конце концов еврейский народ покается и восплачет о том кого пронзили вот поэтому Сион имеет частичное значит он утратил значение с точки зрения ритуального с точки зрения места паломничества с точки зрения места бога присутствия славы божьей там вот это утрачено поэтому сегодня к сожалению многие христиане распространяют миф о том что храм восстановится я таким христианам всегда говорю евреям храм не нужен евреям христос нужен и вот здесь очень красивые эти стихи которые показывают что бог через восстановление Сиона будет показывать еврейскому народу что он начертал его именно на дланях своей то есть восстановление Сиона это бог хочет восстановить как бы чтобы еврейский народ правильно понимал бога правильно поклонялся чтобы покаяние произошло принятие мессии и вот исполнилось пророчество что восплачут о том кого пронзит я хочу что мы с вами прочитали сейчас псалом 53 третий текст там Давид пишет такой пишет истомилась душа моя желаю во дворы господни это кстати наш памятный текст на эту неделю сердце мое и плоть моя восторгается к богу и сердце мое и плоть моя восторгается к богу живому так вот такой возникает вопрос он пишет Давид пишет истомилась душа моя желаю во дворы господни вот эти дворы что означает эти дворы господни ну вот здесь следует обратить внимание тут автором этого псалма давай обратим внимание кто является первым кореевым сыном да сыны кореева были одними из музыкантов користов то есть это пишет это один из тоже псалмов которые вот ну мне интересно сразу вспоминается из псалмов все но я не уверен сейчас его много поют немного но есть псалом не просите меня его петь на слова звучат в день твой субботний святой освященный я прихожу тебе при тобой да что такое да значит мой христос то есть как бы вот прихожу к господу да я в свое время очень часто его пели у нас в Киеве вот оно мне запомнилось не знаю я давно в русском эту песню этот псалом не слышал но обрати внимание значит второй текст как вожделенное жилище твоей господи сил вот обратим внимание так стих второй как вожделенное жилище твоей господи сил дальше стих третий первое предложение истомилась душа моя желаю во дворы господь о ты ты замечаешь что это параллелизм похоже да да оно как бы усиливает вот третий текст усиливает второй или как не знаю то же самое жилища а здесь дворы господни то есть опять же здесь речь идет конечно же о храме речь здесь однозначно вот тут как бы ожидаемо что храмовые певцы они будут как бы делать такое пение вот значит естественно тут тут будет касаться непосредственно храма вот поэтому конечно здесь я вот ага вот значит я желаю быть вот хацацрот дворы вот ага да 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 а вот что я искал обратим внимание тут есть дворы хацацрот и вот слово которое типично касается храма вот мишканотеха мишканотеха мишкан это очень древнее понятие оно происходит от еврейского глагола шакан исход 25.8 впервые встречается глагол шакан и устроят они мне святилище и буду обитать посреди них обитать посреди них ну для тех кто нас слушает Израиль с Израиля наверное будет знакомо когда приезжают репатрианты и учат начинают учить еврейт первое слово которое они запоминают это шхуна никакого общего с кораблем не имеет шхуной а имеет дело шхуна это микрорайон а если по-английски сказать нейбрхуд что такое нейбрхуд сосед правильно то есть у нас говорят микрорайон а вот именно идея соседство то есть бог когда говорит я хочу шакан да и вот поэтому ему построен мешкан то есть вот отсюда слово скиния греческое вот там же в греческом нету буквы ш вот ты приезжаешь в Грецию вот там многих звуков согласных нет вот тебе дают очень вкусный цикен это чикен вот поэтому на греческом всегда будет поэтому они сделали слово скиния из еврейского слова шакан мешкан вот это место где бог вот по соседству поэтому как вожделено это не просто жилище вот в предыдущем псалме мы там я специально посмотрел там и жилище там мошал а здесь именно подчеркнуто уже не просто жилище а питалище а здесь именно вот человек приходит чтобы встретиться с богом который пожелал быть соседом то есть то есть иными словами вот вот эта вот идея вожделена и знаешь это все равно что постучать к соседу прийти на общение вот как-то так можно сказать да вот поэтому то есть это дворы эти господни это господь получается как он посуществует я правильно понимаю да то есть вот этот храм он не просто отделяет бога от человека да ты зашел допустим вот к соседу открыл калитку зашел на его двор сел на лавочку общаешься вот то есть бог уютно да хорошо как мы с вами да возможно да да бог наш сосед вот это вот близость такая вот поэтому это очень важный термин чтобы мы видели вот этот термин мешкан он как раз показывает что мы туда можем прийти предлицо явиться вот получить общение в современном обществе мире что является этим двором это те же самые церкви получается давай не будем допускать такую ошибку ни в коем случае не будем допускать эту ошибку превращая церковь да в дом божий это кстати серьезная вещь на самом деле почему потому что вот если мы возьмем слово опять же шакан да вот давай откроем евангелие от иоанна первая глава первый и по третий текст в начале в начале вот это иисус обитает с нами то есть бог воплощается для того чтобы уже стать нам совсем близким соседом таким же человеком как и мы и поэтому вот это вот тоже выражение там используется как раз греческая транскрипция там используется еврейского слова шакан с кеного да ну для того чтобы прийти в соприкосновение со христом нужно прийти в какое-то помещение ну я я лично понимаю что нет там мое понимание потому что бог говорит зайди в комнату и ту бог то что видит ания о себе явно склони колени вот давай прочтем значит такой текст Евангелия от Матфея 18-20 ибо где двое или трое собраны во имя мое там я посреди них где двое или трое должны собраться чтобы я это кто кто ну я это бог иисус иисус да вот где двое или трое должны собраться чтобы иисус оказался среди в том то и дело то есть нам не нужно иметь какое-то место намоленное знаешь таких вот выражения традиционное православное намоленное место но нам не нужно иметь никаких намоленных мест то есть бог приходит там где мы собираемся во имя его поэтому здесь как бы очень важный момент вот ты сказал слово церковь ты не помнишь как звучит слово церковь по-гречески не знаю экклезия экклезия это интересное слово эк это означает из а глагол калео означает звать то есть вызванные вызванные кто из этого мира я бы сказал грешного люди опять же церковь это про людей а не про здание интересно заметить что слово церковь русская значит есть кирха немецкая схожа черч английская кирк ирландская вот через все индоевропейские языки кстати говоря я не все так вот можно взять да допустим по испански иглессия то есть греческое берут на испанский иглессия леглис тоже самое по-французски и грежа по-португальски то что я как говорится знаю то есть мы видим экклезия греческая в одни языки переходит как экклезия вот единственное конечно же я не могу гарантировать что каждый испанец или француз или португалец будет понимать что речь идет не о здании а о людях а вот русский немецкий английский ирландский там идет совершенно другое слово это слово греческое кириойкас дом божий так вот церковь это не дом божий это как раз призванные откликнувшиеся на призыв божий поэтому место не играет значение вот почему а вот непосредственно собрание вместе для поклонения вот там это играет значение то есть ну мы не секрет да мы с вами ходим посещаем церковь еженедельно на собрании встречаемся в субботу но это имеет значение ведь правда ведь правильно ты сказал правильное слово собрание собрание то есть не здание а собрание это имеет большое значение что мы собираемся время вместе во имя Иисуса Христа чтобы ему поклониться и вот тогда он пребывает вместе с нами вот этот псалом который мы читали с вами тут дальше перечисляется благословение вот седьмой текст написано проходя долиной плача а они эти люди которые пребывают я так понимаю да в этом в дворах Господних они открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословения то есть я хотел бы спросить вас что вот эти благословения которых Бог обещает открывать источники это похоже это не материальный благословение правильно понимаю это больше чем-то духовном ну вот давай будем читать да тут все эти псалмы тут каждый предыдущий текст он объясняет последующий вот то есть вот здесь значит с одной стороны жилища все хорошо дворы а вот давайте с третьего текста если прочтем начиная от слова сердце потому что тут развивка не совсем хорошая вы знали то что сделали но вот от слова сердца до конца четвертого стиха сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому и птичка находит себе жилье и ласточка гнездо себе где положить птенцов своих у алтарей твоих Господи сил царь мой и Бог то есть человек стремится к Богу как птица стремится к гнезду и вот какой результат этого стремления стих шестой блажен человек которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе в сердце пути направлены к тебе вот это очень важно блажен не человек безгрешный блажен не человек который там даже победил грех или не победил блажен у кого сердце стези направлены к тебе. Это самое главное. И когда человек направлен к... Теперь посмотри. Проходя долиною плача. То есть, куда они идут, проходя долиною плача? Ну, какая-то цель более такая важная, что они хотят пройти это. Они идут к Богу. У них стези к Богу. И вот тут очень важный момент. Значит, человек идет к Богу. Ему не обещано, что как только он пойдет к Богу, вот ты задал материальное, нематериальное, у него все будет в шоколаде. Ему не обещают. Сказано, блажен. Мы читали первый псалом в свое время. Блажен муж, который не ходит на совет. То есть, это серьезный такой эпитет по отношению человека. То есть, стезя его к Богу, но он на этой стезе может пройти долину плача. Но, обрати внимание, вот этот образ, что в этой долине они открывают источники. Источники. Я вот, то есть, вот это вот долина плача, она интересна вообще, выражение у нас, разные есть образы поэтических разных долин. Помнишь, какая-то еще долина поэтический образ, такой известный, двадцать? Второй псалом, Господь, пастырь мой. Да, я ничего не буду нуждаться. Да, когда пройду долиною смертной тени, да, то есть, это образ опасных мест. Есть опасные места. Вот, исходя из того контекста, что значит долина плача, вот, это не метафора. Я вот буквально перед тем, как мы пришли в эту студию, я просматривал документальный фильм о географии и климате Аравейского полуострова. И там рассказывалось о том, что на юге Саудовской Аравии, где как раз находится границ Саудовской Аравии, граничит с султанатом Оман, вот в этом, наверное, месте находится регион, который называется самое пустое и непроходимое место на земле. Там пески, барханы, барханы поднимаются чуть ли не на метров триста, сплошные пески, то есть, значит, говорят так, что пройти это расстояние, а там на минуточку, если пересечь его с запада на восток, это полторы тысячи километров песков и барханов и испепеляющая жара днем и жутчайший холод ночью. Ну и, естественно, выпадение осадков ноль. то есть, там вообще никогда никто не жил там, невозможно, через нее даже дорога не построена, поэтому, например, между с, допустим, этими странами, да, Саудовская Аравия и Оман, там не было вообще никогда автомобильного сообщения, только недавно, так, более-менее через, так, Арабские Эмираты чуть-чуть, вот этот вот кусочек уже ближе к Персидскому заливу, в 18-м году они построили автодорогу, вот, а так вот тут же написано в тексте, что, тем не менее, несмотря на то, что это долина плача, в ней можно открыть источник. О, то есть, идем к Богу по пути, значит, путь не усыпан розами, наоборот, на пути столкнемся вот с такими страшными песками, где у нас будет долина плача, но, если наши стези к Богу, наше блаженство заключается не в том, что у нас в тексте, но в том, что вот в такой долине плача мы можем открыть источник воды, вот это то, что Бог нам делает. Хорошо, Александр, спасибо за ответ на этот вопрос, помолитесь. Пожалуйста. Всемогущий Господь, мы преклоняемся и поклоняемся Тебе, изучая Слово Твое, помоги нам, Господи, научиться от Давида жизни духовной, жизни с Тобой, молитвиной, Торе, течис, псалмус свой, учишь. Аминь. Аминь. хрисанский, сидит, хрисанский, шад' дайте, אומר л-шем, мах Сим צודתי, эллуха и втекх бот, כי Рива и оцел к旅 мапах иакушь, медеб и Эвот, Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok